МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мини-футбол после новогодних праздников вернется на спортивные площадки Беларуси 8 января. Состоятся повторные матчи четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси. После первых игр интрига осталась только в трех из четырех пар. Место в полуфинале практически обеспечил себе Аршанский Витен. Энергетики крупно обыграли Динамо БНТУ 7-0. В противостоянии Микошевичского Гранита и охраны Динамо далеко не все так однозначно. Победа Гранита на своем паркете со счетом 2-1. Далеко не гарантия места в сильнейшей четверке. В двух оставшихся парах вопрос о победителе также открыт. Представители нашего региона, гомельские команды ВРЗ и БЧ, сыграли в ничью со своими соперниками. Железнодорожники на выезде разошлись миром со столицей. 3-3. В составе БЧ забивали Кол, Прупцов и Дунаев. ВРЗ, выигрывая в домашнем поединке после первого тайма у Дорожника 2-0, не смог удержать победу. Действующий обладатель кубка смог сравнять счет. У вагона строителей отличились Рогачев и Матвиенко. Ответные поединки 1-4 финала розыгрыша кубка страны состоятся 8 января. В Гомеле состоялся кубок области по легкой атлетике. По итогам этого старта будет сформирована команда региона для выступления на республиканских соревнованиях. Нынешний кубок ознаменовался важным событием. После травмы соревновательную практику возобновил серебряный призер по десятиборью Пекинской Олимпиады 2008 года Андрей Кравченко. Три года спортсмен из-за повреждений не выступал на соревнованиях. В кубке Андрей Кравченко боролся только в одной дисциплине – прыжках в высоту. И показал неплохой результат, разделив первое место с Романом Гралько. Сегодня доволен. Хорошо все получилось. Достаточно хороший результат. Всего четыре шага был разбег. Считаю, что на данном этапе это супер. На основании результата вот этого кубка будет сформирована команда. Хотелось бы отметить, что на кубковых соревнованиях Гомельская область всегда выглядит очень даже неплохо. Два года назад мы заняли первое место в прошлом году. Могу ошибаться, но тоже в тройке призеров. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.